Вот с этой стороны помпа Enermax, а здесь обычная помпа и реально показаны те цифры, которые есть, подписаны на стенде, что на самом деле очень сильно впечатляет. Стенд, кстати, очень интересно, сделано и у Enermax много хороших продуктов для водянки. Никогда бы не думал, что они так интересно выйдут на рынок. Здесь стоят остальные продукты, как я не понимаю, это прототипы с этой супер мощной помпой. Радует, что здесь стоят толстые радиаторы. Радиатор из Cooper или Aluminium. Ну и вот, наконец, наступила эра, когда в водянке 3 в 1 у нас стоит бодрая помпа и также тут медный радиатор, что очень-очень радует. Выглядит он на самом деле так неплохо. Подсветки много лишней нету, за это однозначно плюс. Самое неожиданное от компании Enermax. Это компоненты жидкостного охлаждения. Здесь мы видим топ с резом под D5. На резе есть индикатор скорости оборотов помпы. Почему некоторые производители не додумались сделать раньше? Специально для меня, мне кажется, сейчас откроют, чтобы мы посмотреть. Выглядит все это крайне достойно по качеству. Возьмем, посмотрим. Девяностик. Какой он хороший. Сказочно сделан, да, по качеству прям хороший. Заляпал. Водоблок, я думаю, мы уметь уметь. Довольно-таки большое основание. Но с кругом будет пометь. С кругом мы не полезем. Вот, собственно говоря, уже готовое решение на базе системы жидкостного охлаждения Enermax. Ну, выглядит очень хорошо. Прям молодцы. Надеюсь, на наш рынок это зайдет. Это у нас блок питания Enermax с сертификатом Titanium. Он весьма неплох и интересен. И, надеюсь, вместе с ним Enermax вернет себе свое доброе имя. По весу, кстати, не такой уж и тяжелый. Но у нас 2018 год. И не по весу мы выбираем блоки питания. Плотимакс, Revolution и стоит стенд с вентилятором, который крутит бумажный вентилятор и включается он как-то особо без спроса. Здесь новый блок питания Revolution с сертификатом Gold и RGB-подсветкой. Переключение режимов и это реально работает. Переключение режимов и это реально работает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...